Великий Бог Израиля Книга Бытье, 33 глава, с 12 по 20 стих И сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мной, и как пойдут дети, и придут господину моему в Сеир. Исаф сказал, оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исаф тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сакхоф и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхоф. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сыновьи Мора, отца Сихемова, за сто монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева. Размышления, часть первая. Исаф и Иаков. Книга Бытье, 33 глава, с 12 по 17 стих. После примирения Исаф предлагает сопровождать Иакова. Он хочет не просто простить брата и продолжать дальше жить своей жизнью отдельно от него. Он желает примириться по-настоящему и общаться с Иаковом. Иаков мягко отклоняет предложение Исафа, сославшись на детей и скот. Для Иакова важнее всего его семья. То, что происходит дальше, может нас немного озадачить. Иаков обещает встретиться с Исафом в Сеире. Сам же направляется в Садхов. Он снова хитрит? Не похоже, чтобы Иаков снова обманул брата из соображений личной выгоды. Возможно, какие-то обстоятельства помешали ему пойти в Сеир и воссоединиться с Исафом. В любом случае мы видим, что состоялось примирение и братья разошлись с каждой в свою землю. Хотя обман и может показаться легким путем решить проблему, это не выход из положения. Один обман влечет за собой другой. Просите Бога помочь вам удаляться от любого искушения прибегнуть к обману. Размышления. Часть 2. Сильный Бог Израиля. Книга Бытье. 33 глава. С 18 по 20 стих. Иаков благополучно добирается до города Сихема и благодарит Бога. Хотя временами Иаков совершал ошибки и не слушался Бога, он всегда осознавал благость и милость Божью и его промысел. Благодарность его проявляется в том, что он строит жертвенник и называет его Эль-Элохэ, что означает «Он сильный Бог Израиля». Иаков не принимает благословения, которые дал ему Бог, как нечто само собой разумеющееся. Он смиренно признает, что все эти благословения Бог даровал ему по Своей милости. У нас должно быть такое же отношение. Нужно благодарить и славить Бога за каждый добрый и совершенный дар. Признаете ли вы, что всякий добрый и совершенный дар исходит от Бога? Благодарите и восхваляйте Бога за все благословения, которые Он вам дал. Молитва. Дорогой Небесный Отец, я воздаю Тебе благодарение за все благословения, которые Ты даровал мне. Вся слава и честь Тебе по праву. Помоги мне всегда помнить, от кого исходят все благословения. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok